Канал Гетекласс, с вами Андрей Щетников. Этот ролик снят в проложении основного ролика силы Кориолиса, выложенного на днях. И в конце ролика Алексей задавал вопрос, следует ли учитывать силу Кориолиса? Ну, в случае подмыва берегов рек водой в северном и южном полушарии, следует ли ее учитывать в том отношении, что будет снашиваться один рельс железной дороги больше другого? Ну и сюда же можно добавлять вопросы про воронку, в ванной, которая правда ли, что она закручивается в разные стороны в северном и южном полушарии? А еще разные разговоры про циклоны, торнадо, ну и прочие такие вихревые структуры. Ну и вот, люди, которые занимаются циклонами и прочими торнадо, для ответа на вопрос о том, нужно ли учитывать влияние Кориолисовой силы или не нужно, используют критерий, основанный на так называемом числе РОСБИ. Оно вот так записывается РО. И это число характеризует отношение двух ускорений. Ну вот у нас в этом атмосферном образовании происходит вращение воздуха вокруг центра, ну и соответственно имеется центростремительное ускорение. И мы сравниваем это центростремительное ускорение с Кориолисовым ускорением. Ну а теперь центростремительное ускорение это В в квадрате делить на Р, где В характерная скорость, которая вращается, ну движется воздух там под В, скорость ветра. А Р это характерный радиус этого атмосферного образования. Значит в Кориолисовом ускорении, ну у нас стоит, значит из размерных параметров, стоит омега большое, это угловая частота вращения Земли, скорость, это все та же скорость ветра, но еще здесь есть множитель 2 синус φ, но существенно его учитывать только когда мы находимся вблизи экватора. φ это широта, вблизи экватора широты малы, синусы соответственно малы, ну а в средних широтах можно считать, что 2 синус φ это грубо говоря единица, и не записывать ее. Тогда когда мы В квадрат делить на Р делим на В омега, одно В у нас сокращается, и получается В делить на омега Р. Еще раз, В это скорость ветра, омега большое, угловая частота вращения Земли, а Р характерный радиус нашего циклона. Но еще надо заметить, что В делить на Р, это ведь тоже не что иное, как угловая частота, только теперь угловая частота вращения в этом самом циклоне. Ну и удобнее еще будет от угловых частот перейти к обычным частотам, которые в оборотах за единицу времени, значит и там и там 2π сократится, ничего не изменится, а дальше еще удобнее перейти к периодам. Значит у нас угловая частота вращения Земли стояла в знаменателе, значит период обращения Земли 24 часа пойдет в числитель, а вниз наоборот пойдет в знаменатель, период обращения в этом самом циклоне. Ну теперь можно сделать оценку и узнать, какое ускорение центростремительное или Каэриолисово существенно в случае циклона. Ну скажем, пусть радиус циклона 500 километров, такой не очень большой, не очень маленький. Значит тогда длина окружности это 3000 километров. Ну и пусть скорость ветра составляет, скажем там, 30 метров в секунду, это порядка 100 километров в час. Значит эти 3000 километров со скоростью 100 километров в час обходятся за 30 часов. Ну стало быть периоды здесь сравнимы и вращение Земли и вращение воздушных масс вокруг циклона. Ну число РОСБИ соответственно порядка единицы. Ну и в общем во внешней части циклона влияние сил Каэриолиса и влияние центростремительное ускорение не одного порядка. Вот, а во внутренней части циклона там радиус меньше, скорости больше, ну и тем самым центростремительные эффекты возобладают. И Каэриолисовым уже можно во внутренней части пренебрегать. Оно крутится за счет того, что имеется разность давлений наружное и внутреннее. И она уравновешивает значит стремление этих воздушных масс по инерции двигаться по прямой. Она разворачивает все по кругу. Вот. Ну, наверное сюда же можно теперь сразу же присоединить и вопрос про воронку в ванной. Понятное дело, что теперь-то у нас периоды имеют колоссальные отношения. Ну, тут секунда время обращения, а тут сутки. Там чего это? 86 тысяч 400 секунд в сутках. Ну, и в этом смысле влияние кориолисовых эффектов просто ничтожно. А в какую сторону будет заворачиваться воронка определяется исключительно начальными условиями. Тем, что вода в ту или в другую сторону немножко вращалась, когда мы ее налили и не выдержали. Или там несимметричностью самой ванны. Ну, а теперь мы можем поговорить про реки и про железные дороги. Ну, конечно, не река, не железная дорога. Они по кругу не идут. Ну, надо взять кусок дуги, вписать в нее окружность и найти радиус кривизны. Ну, давайте с реки начнем. Допустим, что река поворачивает по такой довольно большой излучине радиусом в 5 километров. Ну, тогда длина соответствующей окружности 5 и 6 это 30 километров. Ну, характерное течение равнины реки 3-5 километров в час. Давайте 5 возьмем. Тогда 30 километров мы делим на 5 километров в час. Получаем, что вода по такому кругу пробежала бы за 6 часов с этой скоростью. Значит, 6 часов это в 4 раза меньше, чем 24 часа. Получается, что характерный эффект, связанный с движением воды по инерции, ну, и, соответственно, с центростремительным ускорением, он в 4 раза больше кориолисова. Ну, и подмывается берег внешний тем самым для излучины. Именно за счет того, что река хочет двигаться прямо, стремится двигаться прямо и подмывает этот берег. Ну, кстати, у нас о последующих эффектах, там, о перемывании есть ролик про чаинки в стакане, почему они к центру собираются. Вы можете его посмотреть, вот ссылка. Ну, а чтобы кориолисовые эффекты сравнялись, надо, чтобы радиус был еще в несколько раз больше. Ну, в общем, это уже практически прямые, такие слегка-слегка изогнутые участки реки. Ну, теперь про железные дороги. И сразу ясно, что в случае железной дороги центростремительное ускорение будет давлеть. Ну, в самом деле, у железной дороги в СНИПах, там есть уже, как бы, характерные, в смысле, радиусы, по которым они проводят эти свои окружности на поворотах. Ну, самый большой из них составляет 4 километра. 4 километра, соответственно, длина окружности, ну, 25 километров возьмем. Пусть скорость поезда, пусть быстро идет, составляет 100 километров в час. Тогда за час поезд сделал бы 4 оборота по этому кругу, ну, а за сутки, соответственно, сотню. В 100 раз больше эффекты центростремительного ускорения, чем кориолисового. Понятно, что здесь кориолисовое ускорение уже практически никакой роли не играет. Ну, и, кстати, а когда поезд идет на такой скорости по такому виражу, какие уклоны виража надо закладывать? Ну, для этого надо сравнивать центростремительное ускорение с ускорением силы тяжести. Ну, давайте центростремительное посчитаем. Это будет V квадрат на R. Возьмем V 30 метров в секунду в квадрате 900 поделить на 4000 метров. Ну, получается грубо... Ну, если бы было 800, как раз делилось бы хорошо. 0,2 метра в секунду за секунду. Значит, в 50 раз меньше, чем ускорение силы тяжести G. Ну, и, соответственно, и уклон должен быть такой, что тангенс этого угла составляет 1,5. Вот этот подъем 1,5 от ширины колеи. Ну, поскольку здесь, ну, как бы в грубой оценке опять берем метр, здесь получаем порядка 2 сантиметров. Довольно прилично. Ну, возможно, что мы слишком большую скорость взяли, реально на меньшую скорость рассчитывают, там, на 20 метров в секунду. Не знаю этого точно. Ну, все равно порядок это вот сантиметр другой. То есть, это профиль, который явно нужно специально выстраивать. А что касается характерного кориолисового ускорения. Мы уже знаем, что оно там в 100 раз меньше в этой ситуации поезда. Мы уже считали по периодам. Ну, соответственно, если здесь для центра стремительного ускорения там 1-2 сантиметра, то для кориолисового в 100 раз меньше. То есть, 0,1, 0,2, в общем, ну, 0,1 миллиметра. Это уже такая величина, которую, конечно, никто не будет здесь учитывать и закладывать. Потому что это нереально с такой точностью строить. Да и незачем. Ну, и, в общем, ясно, что эффект кориолисового ускорения на износ одного рельса по сравнению с другим оказывается ничтожным. И его выправлять никаким образом не следует. Ну, наверное, это все. Разобрались во многих деталях. И спасибо вам большое за внимание. Продолжение следует...